Аналитика, эксклюзивы с лучшим из лучших, подробный обзор игр, инсайда которых ты узнаешь первым в выпусках шоу «Горячий лед» Алексея Шевченко с Жолтопалмом, казни по фактам и разбирает до мелочей все самые интересные события в мире хоккея. Каролина под вторым номером, какие ощущения? Спасибо большое, самое лучшее ощущение, знаете, хочется сказать спасибо моей семье, брату, моим агентам и всех, кто помогали мне. Как ты справлялся с волнением? Наверняка по мере приближения этого момента оно нарастало. Да, на самом деле у меня даже его не было, потому что я был в Каролине и был не то что уверен, как бы знал, что они меня выберут. А ты уже был в Каролине, в город ездил, встречался и с главным тренером, да, ужинал, и с генеральным менеджером. Можешь рассказать про эту поездку? Как тебе показался город? Какая команда, какие люди там? Город хороший, там очень тепло, и было очень здорово проводить время с генеральным менеджером, с хозяином команды и с тренером. Мы ходили с ними на ужин, на обед, неважно. И да, мне было с ними легко разговаривать, и я чувствовал себя комфортно. А про твое место в хоккейной команде уже ушли какие-то разговоры? Да нет, еще пока рано, я думаю, но посмотрим, сейчас поеду на девелопмент-кэмп и будут оказывать. А номер, под которым ты будешь выступать, 18-й, это уже, можно уверенно сказать, что ты под ним будешь играть? Нет, я думаю, там 14-й занят, я думаю, либо 37-й, либо 41-й взять. А какие планы на лет, расскажи поподробнее. Ну, вот сейчас поеду на девелопмент-кэмп, потом поеду в Россию, отдохну. А кого в команде ты больше всего уже знаешь? И вообще, есть ли такой человек, к которому ты можешь обратиться за советом, который тебе будет проводником? Да, я думаю, там можно к любому обратиться за советами. Даже тренер, когда я с ним кушал, говорит, всегда обращайся за советами, звони в любое время, поговорим. И так же с Миди, став, и так же могу позвонить в любой момент и поговорить. А с Зыковым и Толчинским еще не контактировал? Нет, еще ни разу, даже ни разу не знакомил с ним, не переписывался. Что ты чувствовал, когда ты выбрали, знал, нет? До сих пор, какие сейчас чувства у тебя? Ну, как бы, не то, что знал, но как бы думал, что они могут меня выбрать. И, конечно, самое лучшее чувство, знаете, когда они меня выбирают и просто, когда ты идешь на сцену, когда здороваешься с Гэри Бэтменом. Я думаю, это самое лучшее чувство. А было разговоры о том, сможешь ты играть в основе или нет? Что они от тебя хотят? Как заиграть в основе? Ну, на самом деле, мне кажется, рано об этом было говорить. И мы об этом даже не говорили. И самое главное сейчас приехать, хорошо провести лето и приехать, быть готовым и, дай бог, попасть в команду. Ты чего сам хочешь? Хочешь закрепиться в первый год или какие у тебя планы? План минимум, план максимум? Да, конечно, закрепиться на следующий год и быть лучшим в команде, играть в ТАП-2Лайонс. Как праздновать будешь? Да, может быть, сейчас, ну, вот, все сделаю, познакомлюсь с Миди, там, с командой, и потом уже, наверное, пойду с братом, с мамой, с папой в ресторан. Спокойно. Спасибо, поздравляем. Спасибо.